Здравствуйте! Продолжаем изучение темы прошлого урока «Жизнь древнейших людей». Сегодня на уроке опишем занятия и орудия труда, которые использовали древние люди. Продолжим исследовать вопрос «Как жили древнейшие люди?». На прошлом уроке мы с вами рассмотрели стадии развития человека. Также объяснили, почему происходит переход от человеческого стада к родовой общине. Давайте проверим ваши знания, ответив на следующие вопросы. Когда на территории Казахстана появились первые люди? На какой стадии развития находились первые люди? Что такое человеческое стадо? Что такое родовая община? И почему происходит переход от человеческого стада к родовой общине? Мы с вами знаем, на территории Казахстана первые люди появились 1 миллион лет тому назад. Они были современниками Пятикантропа. Человеческое стадо – это первое объединение людей для совместной защиты от диких животных и добычи пищи. Родовая община основана на кровно-родственных связях объединения людей, ведущих совместное хозяйство. Совместное хозяйство, защита от животных, общее использование дня – это все сплотило людей. И они создали законы, в основном запреты. В результате начинаются новые отношения в данном объединении. Но откуда мы с вами знаем о древних людях? Ведь нет никаких останков, которые бы свидетельствовали, что на территории Казахстана они были. Есть доказательства. Это каменные орудия труда, которые изготовил древний человек. Какими были древнейшие орудия труда? Почему орудия труда в основном изготавливались из камня? Как человек смог обеспечить себе существование? Что называют орудием труда? Орудия труда – это то, чем работал человек. Учёные считают, что первыми орудиями труда в эпоху камня были палка-копалка, заострённый камень, ручное рубило, дубина. Откуда учёные об этом знают? На чём обоснованы эти доводы? Археологи находят при раскопках каменные орудия труда. Но в то же время возникает следующий вопрос. Откуда мы знали, что у людей была дубина и палка-копалка? Ведь они деревянные, естественно, они могли скнить. Отсюда делаем следующие выводы, что орудия труда делали не только из камня, но также из другого материала. Из наскальных рисунков видно, что при сценах охоты люди используют орудия труда из дерева. Именно это послужило доказательством того, что орудия труда также могли быть деревянными. Первые орудия труда в основном изготавливались из камня. Они были примитивными. Человек использовал те камни, которые были удобны для захвата рукой. Также при раскалывании они должны были создавать режущий острый край. Человек, хорошо изучив свойства камня, знал, какой камень можно использовать. Например, в горах Каратал находятся богатые залежи черного кремния, которые были крепки и очень качественные. Орудия труда, найденные на стоянках в горах Каратал, датируются периодом 800 тысяч лет. Отсюда можно сделать вывод, что человеку пришлось около миллиона лет для того, чтобы научиться делать ровные острые края. Так почему орудия труда делают из камня? Человеку приходилось копать землю для того, чтобы найти коренья, охотиться на диких животных. Но ногти человека не были приспособлены для того, чтобы копаться в этой земле. И поэтому тот первый камень, который попался в руки человека, стал первым орудием труда. Камень, заостренный с обеих сторон другим камнем, использовался древнейшим человеком как нож. Таким орудием труда снимали шкуру зверей, разделывали тушу, особо острыми ножами вытачивали деревянные копья. Они также научились делать из камня скребки-проколы, прикреплять острые каменные наконечники к древку, которые пробивали толстую шкуру животного и глубоко вонзались его тела. Раскалывая кости, люди заметили, что у осколков острые края и стали делать из косей иглы и шилья. Они научились вырезать из кости и рога гарпуны метательное орудие для охоты на крупную рыбу. Действительно, люди в эту эпоху были великими изобретателями. Давай себе представим себя на месте древнейших людей. Как вы думаете, смогли бы вы обеспечить свое существование, используя столь примитивные орудия труда? Исследования Казахстана, которые проводились у нас более интенсивно в 1950-1970-х годах, дали следующую информацию. На территории Казахстана в эпоху камня были следующие стоянки. Найденные артефакты на данных стоянках дали информацию о занятиях древних людей. Занятия древних людей носили присваивающий характер, так как люди брали готовую природу, не вкладывая никакого труда в производство. Охотясь, добывали крупных животных, птиц, ловили рыбу в речных водоемах, собирали ягоды и коренья. С использованием первых простейших примитивных орудий труда древние люди стали меньше зависеть от суровых природных условий. Они пока еще не умели строить жилища, готовить себе еду. Но, скрываясь от дождей и диких животных, начали обживать пещеры. Собирали ягоды, коренья, и такой промысел, такой вид деятельности называется собирательством. Собирательством занимались целый день, и практически все, от мала до велика. Но собирательство имел свой минус. Нужны были большие затраты времени и сил для того, чтобы найти себе пропитание. И поэтому люди начали заниматься параллельно охотой. Древнейший человек был частью природы, и поэтому основным видом деятельности стала охота. Охота отличается от собирательства тем, что она была всесезонная, и кроме этого обеспечивала большим количеством еды для достаточно большого количества людей. Было несколько видов охоты. Первоначально люди охотились по примеру стаяных хищников. Они атаковали животное, внимательно следили за ним, подходили ближе и бросались на него. Охотники ставили перед собой задачу отделить большее количество животных от основного стада. Переход от человеческого стада к первобытной родовой общине привело к тому, что нужны были новые способы охоты, так как людей становилось все больше. Началась применяться облавная охота. На равнинных местностях применяли ямы западни. Эти ямы западни в основном носили природный характер. Сверху данные западни покрывались растительностью или земляной поверхностью. Естественно, животное проваливалось. В ледниковый период первобытные люди охотились на мамонтов, бизонов, моралов. Туша крупного животного была огромной ценностью. Мяса этого животного надолго хватало всей общине, обеспечивая отдых от охоты. Шкура и ребра использовались для изготовления переносных каркасных жилищ. Жир применялся для освещения и в качестве топлива, и обогрева жилища. В целом, мясная пища была богата белками. Она была нужна для развития организма, особенно для развития объема мозга. На стоянках находят также места, которые свидетельствуют о том, что человек использовал огонь. Как вы думаете, что может рассказать ученым о древних людях то место, где когда-то горел костер? Угольки, например, могут рассказать о том, сколько лет было дереву, когда его срубили. И отсюда, естественно, мы узнаем возраст стоянки. Толщина пепла говорит о том, сколько времени находились люди на данной стоянке. Но это не самый главный вопрос. Нас с вами интересует, когда и почему человек начал использовать огонь. Первоначально человек, как и животные, боялся огня. Но после того, как он смог получить естественный огонь, ему приходилось все время его поддерживать. Через какое-то время человек самостоятельно научился добывать огонь. Сейчас мы с вами рассмотрим способы самостоятельного добычи огня. Первый способ добывать человек научился огонь, ударяя камнем о камень, высекая таким образом искру. Но откуда человек знал, как добыть огонь с помощью камней? Блуждая в темной пещере, человек натыкался на камни и заметил, что когда камни ударялись друг от друга, вылетала искра. И после этого человек начал использовать данный способ. Другим способом было трение деревянной палочки, а кусок дерева. В результате полученные тонкие опилки, нагреваясь от трения, начинали тлеть. К ним подносили труд, сделанный из шерстяных или растительных волокон. Он загорался, а затем огонь раздували к пламя. Ребята, мы с вами узнали о двух способах добычи огня. Это высекание и трение. В начале урока мы с вами должны были ответить на вопрос, как жили древнейшие люди. Мы с вами выяснили, что орудия труда изготавливались из камня. Люди занимались собирательствами охоты. Охота была основным видом занятия. Также происходит переход от человеческого стада в первобытный родовой общение. Урок подошел к концу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok